Вот такие депутаты, как я, мы сигнализируем о том, что болезнь есть. Мне интересен вопрос и разговор по существу, и к этому относятся нормально. Другое дело, что есть люди, которые сейчас у власти, есть которые оппозиция. Для современного общества это нормально. И мы, оппозиционеры, выполняем свою функцию боли. Поэтому мы полезны. И говорю вам, ко мне отношение у руководства и Госдумы, и правительства, и в администрации президента, именно такое, как человеку, который выполняет свою работу. Хорошо, и несколько слов о перспективе. Какие же ваши планы на будущее? Вот при том критическом отношении к сегодняшней работе Государственной Думы, при том расположении, будем говорить, одних и других, и понимании одних и непонимания других, как вы видите себя в будущем в работе Госдумы? Вам не неприятно будет возвращаться осенью, снова спорить, снова доказывать, снова выступать? Вы знаете, вы же живете в городе, как и я, где есть наркоманы, преступники, воры, сволочи, подлецы. Они же есть? Есть, конечно. Точно так же, как есть масса добрых, порядочных, умных, квалифицированных людей. Но на кого вы ориентируетесь? Вы же живете в городе, не убегаете из города, в котором есть наркоманы? Не убегаете. Вы стараетесь изменить город в пользу тех, кто умные, порядочные. А убегать здесь некуда, везде одинаковая ситуация. Ответили уже на вопрос. И поэтому я вхожу в Госдуму и знаю, что здесь есть проходимцы, здесь есть те, кто конъюнктурщики, но здесь есть даже среди думского большинства, которые голосуют, одобрянцы по типу, но среди них есть масса порядочных людей, профессиональных. Надо с ними вести работу. Надо вести работу со своим избирателем, чтобы он нас поддавливал, поддавливал оппонентов, принимать нормальные решения. Надо работать с вами через средства массовой информации. Поэтому я не думаю о том, какая обстановка в Госдуме. Это просто моя работа. Как-то сейчас не принято, чтобы кандидаты в депутаты, баллотируясь на этот должность, на этот пост, брали на себя какие-то конкретные обязательства и потом отсчитывались, как вы сейчас, по сути дела, я считаю, какой-то своеобразный отчет, по крайней мере, рассказ о том, чем вы занимались. Как вы думаете, эту практику надо продолжать дальше? Или просто так пообещал и тут же забыл, и не встречаясь с людьми, продолжаешь делать свои дела? Вот у нас вполне конкретный разговор с нашим избирателем. Один важнейший пункт, который мы начали в этом году работать, позитивный причем, он позитивно развивается, это стыковка парламента Госдумы, законодательного собрания и горсоветов. Вот эта стыковка, да. Это прекрасно. Потому что мы принимаем закон по капитальному ремонту, отвергаем Госдуме, его принимают в ЗАГС собраний. А реализовать придется на... И поэтому вот это должна быть одна команда. Вот это должна быть единая команда в рамках той партийной организации, к которой вы принадлежите. А чтобы мы отвечали за свои слова, ну, это ваше право отказать нам в доверии, если вы считаете, что мы не держим слово. Спасибо, Валерий Михайлович, за, я считаю, какой-то такой определенно откровенный разговор, за то, что вы нашли время, подъехали. Я благодарю вас, желаю вам успеха, здоровья, ну и до следующей встречи на телеканале «Центр Красноярск». Два паучья и здоровья всем. Спасибо. Спасибо и вам. Я также обращаюсь к телезрителям и хочу сказать, что очень много вещей, о которых только что поведал вам депутат Государственной Думы Российской Федерации Валерий Михайлович Зубов, наверное, полезны. И особенно они полезны сейчас, когда нам предстоит поучаствовать в выборах, которые каким-то образом должны сказаться на нашем дальнейшем благосостоянии и нормальном взгляде на перспективу. Так что прислушайтесь, есть время еще подумать. Всего вам доброго, берегите себя и до встречи в ухире. Телеканал «Центр Красноярск».